В Акмолинской области зеленая энергетика рассорила сельчан с местной властью. Жители поселка Сарауба категорически против строительства ветряной станции близ их села. Они узнали из интернета, что объект серьезно навредит их здоровью. А представители компании, которая будет строить станцию и Аким, пытались разубедить народ. Что из этого вышло, расскажет Донара Жуманова. В село Сарауба долгое время не приходили инновации. И вот, наконец, пришли. Да только не те, что люди ждали в ауле. Постоянные проблемы с водой. Дорог практически нет. Но вполне вероятно, что скоро появится ветряная станция. Вот только передовым технологиям здесь совсем не рады. Жителей волнует негативное влияние, которое может оказать станция. Знания в этом вопросе сельчане почерпнули в интернете. Все мы знаем, как открываешь Ютуб. И там все, что, например, как действуют эти ветряки. Во-первых, очень много суицида от них. Во-вторых, они должны стоять не ближе, чем 25 километров от населенного пункта. У нас здесь скот. Мы за счет скота живем. Если они поставят ветряки, нам пасти вообще негде будет. Свои опасения жители адресовали местному Акиму. И чиновник даже нашел ответ на один вопрос. Где населению пасти скот? Звучит он так. За железной дорогой, проходящей недалеко. Один нюанс. Это небезопасно. И все это прекрасно понимают. Здесь у нас железная дорога проходит. Просто пастуки не хотят каждый день. Надо через дорогу проездить. Поэтому опасно. Жизнь опасна. Поэтому не могут туда. А дальше у нас отсюда 3 километра уже другой сельский округ. Но там вместе пасутся. Здесь я не вижу, что вообще нет. Но все же больше всего жители ждали основных зачинщиков возможного строительства. Представители проектной кампании приехали в Сары-Обу обсудить с населением ветроэлектростанцию. И натолкнулись на категорический протест. Нам здесь умирать. И не умирать не от этих ветряков. Мы хотим влияние от их него. А просто своей нормальной человеческой смертью. В компании пытались убедить. Жителям нечего бояться. Станцию построят на безопасном расстоянии. В 700 метрах от населенного пункта. Хотя по регламенту можно было и ближе. До 500 метров. Вплоть до того, что мы рассчитывали. Мерцающий эффект. Есть такое понятие. Когда просто ветроагрегат в дали крутится. И создает тень в окно. Допустим, каким-то жилым домам. Это считается уже каким-то влиянием на жизнь человека. Мы даже эти эффекты избежали. Не говоря уже про шум, вибрацию и все это такое. То есть на расстоянии 300-400 метров шум от ветроагрегата сравним с шумом окружающей среды. А еще появится 40 рабочих мест для сельчан. Но на местных обещаниях эти никакого впечатления не произвели. Они остались при своем мнении. От станции ждать добра не стоит. И возможно, что жители окажутся правы. Как говорят специалисты в сфере энергетики. Все зависит от того, насколько щепетильно отнесутся к техническим регламентам застройщики. Основной вред людям может нанести шум, исходящий от объекта. Ключевой важной здесь задачей является соблюсти все технические регламенты. Если ветроэльтэстанция будет находиться на правильной отдаленности, то это, конечно, никакого вреда для жителей не нанесет. Для сельчан никаким образом. Но если ветроэльтэстанция будет находиться в непосредственной близости от домов, конечно, это наносит вред, прежде всего, их здоровью. А вот кому точно не повезет, так это фауне. Лопасти турбин несут опасность птицам, а вибрации, исходящие от станции, могут обвалить норы сурков. Заинтересованные стороны заверили, что готовы к диалогу с населением. А вот таким области проект уже одобрил. Так, по крайней мере, заявили в проектной кампании. Известны даже сроки. Не только начало, но и окончание строительства. 2022 год. Донера Жуманова, Саят Тастанов, КТК, Акмолинская область.